Всем привет, мои хорошие! Начинаем эпопею с кухни, которую мы будем ремонтировать сами. Сейчас покажу вам ту. Начала мыть уже один шкаф. Это шкафы из Икеи. За 450 рублей их в свое время была. У нас таких еще два. Здесь пока вакханалия, потому что я все из шкафов достала. Все, да, нам на заказ будут делать стол, шкаф. Вот. Так что такие пока дела. Хочу начать красить. Краску купила вот такую, посоветовали мне. Белую, полуглянцевую. Я этими вещами занимаюсь в первый раз, поэтому спрашивала в магазине, да, мне сказали вот такую. Так, и колер. Колер у нас с вами цвета ель, зеленая ель номер 13. Мы будем его добавлять совсем чуть-чуть. Капелюшечку, чтобы придать легкий оттенок. Так, взяла вот такую штуку еще. Я буду разводить краску, кисточку. И вот такой вот валик маленький. Забыла взять ацетон, чтобы кисточки потом замачивать. Закажу вечером мужу. Налила белой краски в поддон, поддон в пакетики оставила. Добавила колера, добавила его совсем чуть-чуть для придания прям оттенка. Сейчас посмотрим первый слой, когда высохнет, как будет. Первый слой, оно написано, сохнет два часа, а потом можно наносить второй. Что сделала? По периметру обклеила скотчем еще, чтобы не заезжать, да? То есть я буду красить только дверцу. Вот, дверцу и все, да? Везде по периметру обклеила скотчем. В общем, погнали, проба пера. Вот так выглядит первый слой. Плохо видно. Жаль, все мешают. Вот так. Кстати, валиком вообще не прокатило, он себя всю краску впитывает. Или надо побольше просто краски. Я покрасила кисточкой. Через два часа можно наносить второй. Так что пока на два часа забываем, будем отмывать другие полки. Еще одну полку покрыла и добавила чуть больше колера. Вот он такой уже мятный, замедленный цвет. Видите? Сразу здесь второй слой нанесла, хотя только минут 40 краска постояла нормально. Второй слой лег. Но третий слой тоже нужен. Валиком, скорее всего, буду делать. Потом уже валиком, я думаю, будет удобно. Вот. А здесь пока один слой. Краска, кстати, не вонючая. То есть она вообще не пахнет. Только если принюхиваться, будешь близко. Поэтому в этом плане здорово. Сейчас только красок таких классных. Вот, чтобы, если маленький ребенок, в квартире не воняло. Красим дальше. Добавила еще побольше колера. Вот такой получается цвет. Но поверхность, когда высыхает, вот, она неоднородная. У меня такое предположение, что надо было зашкурить. Хотя краска вроде она не требует шкурения. Но сейчас еще посмотрю. Здесь два слоя пока. Вот сейчас второй нанесла такой поярче. Это уже в три слоя. И видите, вот сейчас, когда блестит, мокрая еще, консистенция неоднородная все равно. Цвет такой вот мятный. Мне очень нравится. Вот что сделать, чтобы была консистенция однородная. Цвет очень красивый. Все как бы здорово. Но почему вот так? Пока я красила, мне ребята привезли уже шкаф, шкаф-стол. Представляете, как быстро. Два дня, и все готово. И поговорив, мы решили, что мы ничего красить не будем. Я хотела его тоже вот в такой же цвет, в мятный. Потому что покрасить без пульверизатора, чтобы поверхность была ровной, нереально. Просто нереально. А так как пульверизатора у меня нет, и я не хочу с этим заморачиваться, у меня будет белая кухня. И ребята, мне сделают еще. У меня тут до сих пор полная вакханалия. Такие же двери под раковину замерили. И такие же двери к вот этим вот шкафчикам. Вот такое все будет. Поэтому кухня у меня теперь белая. Вот этот огромный стол, в который я сейчас все уберу. Боже, какая красота. Я прям счастлива. Ну и следующий этап у нас мы будем вешать вот сюда вот эти полки. И, возможно, может быть одно, а может быть еще две. Ребята таких же нам тоже сделают на заказ. Так, стол этот обошелся в 7500. Вот этот огромный стол с фурнитурой. Совсем уже. Все-все-все. Вместе вот эти вот какие-то тут заглушки вот сюда вот делаются. Фурнитура. Все-все-все-все-все. 7500. Вот такая вот прелесть. Он огромный. Он у нас метр в длину метр восемь. Вот так что красота. Вот такого цвета я ставлю кухню. На выходных, надеюсь, мы повесим сюда полочки. Я хочу сначала повесить, а потом приступать к поклейке стен панелями. Вот. Посмотрю, сколько у меня останется места. Может быть повесить еще дальше нужно будет. Закажу ребятам. Пока так. Я очень рада. Мне безумно нравится стол. Я вам, кстати, на аккаунт ребят оставлю обязательно ссылку. Телеграм, скорее всего. Это мои друзья. Поэтому кто проживает в Туле, прям вот вообще супер. У них оборудование. Они все вот это вот делают. Они в этом понимают. То есть бюджетно собрать кухню. Можно целиком сразу кухню заказать по размерам и так далее. Мебель, столы. Они мне будут еще делать столик в спальне. Комод. Комод с ящичками. С зеркалом, скорее всего. Я еще не решила, пока надо будет в кухню выбраться. Вот. Так что вот такие дела. Вот уже другое дело. Многое поубирала. В этот огромный шкаф на одну полку. И то они все заняты. Какая прелесть. Просто красота. Показываю, что еще купила. Купила вот такую штучку по цвету. Более-менее подходит. Постелить на стол, чтобы быстро его. Не убить. Скажем так. Купила вот такой вот для приборов штуки. Тут для ножей есть. Для ложек, для вилок. Единственное, не пойму, для чего вот эти крючки. Потому что на крошку туда вешать достаточно неудобно. Ну, две максимумы. Вот так вот повесить можно и все. Для чего вы думаете, девчонки, эти крючки? Одна сторона такая. Прям по цвету. Видела, мне понравилось. С другой стороны вот такая. Вот сюда ее поставлю. Как-нибудь вот так. И все как бы. Красота. Так, купила, что еще купила? Сейчас покажу. Контейнеры один огромный. Прям на полку поставить. Туда что-то собрать. Если понравится, подойдет по размеру. Мне еще куплю. Это потолочный светильник в детскую. По-детской будет отдельный обзор. Там сейчас тоже у нас изменения. И три штучки вот таких вот под специи, под что-то еще посмотрим. В общем, сейчас буду тут все раскладывать, потому что я вчера запихала, прям с глаз долой туда и ничего не разложила. А сейчас хочется, чтобы все было красиво и аккуратненько. Погнали. Ну что, следующий этап. Ребята приезжали, привезли мне новые дверцы на мои старые шкафы. Ручки. Три шкафа таких, третий стоит в стороне. И сейчас покажу, будет пылесос, потому что пилили все на месте. И такие же дверцы, как в этом шкафе, тоже новенькие шкафы. Шкафу, да? Вот сюда, под мойку. Так что у меня пока внизу уже гарнитур. Наверху пока нет. Вот. Будем вешать, надеюсь, в ближайшем будущем. Еще классно вообще, что они не сделали мне низ, туда заезжает пылесос. Вот это тема. У меня прям была мысль под мойкой выковырить. Так что вот так все пока беленько, чистенько, красиво по фэншую. Мне очень нравится. Просто замечательно. Буду держать вас в курсе. Кстати, да, вот эти вот ручки. Рублей 40 в Леруа. Классные. Мне именно такие захотелось. Прям здоровские ручки. 40 рублей, и все счастье. Очень гармонично, очень здорово. Мне нравится. Женя повесил полки. Ура! В общем, вот так они встали. Три штучки. Они, видите, две сакеи у них внизу, у одной вверху. Пока мы гуляли, он тут все просверлил, повесил. И на сегодняшний момент тут пылюка. Пока еще ничего не убирала. Не смотрите. Выглядит вот так. Во сколько мне это все обошлось, девчонки? Так, 7500 стол и 2000 новые двери. Новые двери. Двери. Вместе с ручками, с фурнитурой. То есть, со всем. То есть, 7500 плюс 2, 9500. Вот такой вот у меня кухонный гарнитур за 9500. Впереди нас ждет покраска панели... О, покраска, господи, поклейка панелей. Я вам сейчас их покажу поближе. Сейчас буду пока разбираться, что куда ставить и так далее. Вот эти свободные полочки я оставлю свободными и куплю сюда какие-нибудь декоративные горшочки с зелеными цветочками. Вот мне хочется так. Хлам весь будет спрятан. Ну, не хлам, а нужные вещи. Панели пока не можем поклеить. Почему? Заказала клей по рекомендациям. Клей «Звезда» называется. Он на Велберес. И он уже неделю просто собран. Собран и все. Поэтому взяла другой, который рекомендует производители этих панелей. Магазин на Велберес. Они момент фикс, по-моему, что-то такое. Заказала его на зоне. Сейчас как придет, будем клеить. Я начну с фартука. С вот этой, наверное, стены. И стена, где полки. Посмотрим, на что хватит 20 штук. Потом будем либо еще дозаказывать. Либо, может быть, пока оставлю так. Посмотрю. Потому что здесь обои такие симпатичные. Как бы подо все подходит нам. Пока все нормально. Что хотела про покраску еще сказать. Вот если вы все-таки надумаете красить. Я вам сейчас покажу поближе, как выглядят покрашенные, снятые двери от этих шкафов. Да, есть очень много нюансов. У меня цвет получился классный. То есть он мне нравится. Такой вот мятный. Он смотрелся бы хорошо, гармонично. Все. Но видно, что покрашено. То есть, видите, все равно видно. И даже если бы я купила валика поролоновой, было бы не так. Если вы хотите красить, то нужно сначала шкурить практически нулевкой. Потом грунтовать. Потом опять шкурить. Грунтовка, она, как правило, где-то сутки сохнет. Потом опять шкурить. Потом валиком поролоновым красить. Да, ни кисточкой, ни каким другим валиком. Тогда более-менее чуть поровнее, чем у меня получится. Но и то все равно, видите, видно вот эту вот всю рельефность. И от валика все равно она будет оставаться. Знакомые сказали, что из пульверизатора для краски можно, в принципе, было бы покрасить. Это самый идеальный и такой вариант, чтобы поверхность была более-менее ровной. Да, поэтому если вы планируете перекрашивать мебель, кухни, шкафы, комоды и так далее, то имейте в виду эти нюансы. Дальше, вот они панели. Вот они как выглядят. Вот такие вот они красивые. И клеятся они на клее, они не самоклеящиеся. Вот такая у них расцветка. У них очень крутые отзывы на Вайлберрис. Очень круто с ними преображают интерьер. Я видела даже люди полностью такими панелями обклеивают ванны, комнаты, туалетные комнаты, кухню. Кто-то на дачу себе берет, кто-то балконы отделывает этой лоджии вот такими вот панелями. Мне пока все нравится, все устраивает. Так это не залом, это такой рисунок. Потому что отзывы разные. Я проверяла, когда забирала их. Вот таких 20 штук. Они метр, не знаю, на сколько, девчонки. Метр на сколько. Ну вот я вам всю информацию показываю, почитайте потом. Вот. Так что впереди у нас вот такой вот интересный этап. Сейчас я пойду все расхламлять, расставлять все по местам. Наводить красоту. Посмотрю, какие-нибудь декоративные горшочки на кухню. Может быть, закажу на эти полочки. Вот. И на этом видео буду заканчивать. Это была первая часть. Уже поклейка у нас с вами будет во второй части. Оставайтесь со мной. Если вам интересны такие переделки бюджетные. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok